Я знаю, что мои слова серы, скучны вам. Скучно слушать их, но вы же не хотите слышать трагической правды жизни. Лиза, ты увеличиваешь. Нет, вот посмотри. Лена, посмотри на ту пропасть, которая отделяет тебя от твоей кухарки. Разве она исчезнет от того, что я вдруг встану на краю и буду дрожать отца? Стоп, Вика. Да. Куда вы направляете звук? Почему в пианино? Итак, приоткройте эту щель, забросьте за кресло, Аня. Вот откройте эту щель. Ага, и забросьте. Я одну реплику открываю. Нет, поначалу, когда она просто висит, вот сделайте приоткрытую щель немножко. Ага. Вот, вот, вот. И в нее, пожалуйста, звук. А что, сейчас плохо слышно? Да. Да, да. Так, особенно первые слова, четче. Хорошо. Чтобы взять внимание. Так. Я знаю, мои слова серы скучны. Вам скучно слушать их? Много преувеличиваешь. Нет. Лена, посмотри на ту пропасть, которую отделяет тебя от твоей кухарки. Но разве от того, что я встану на ее краю и буду дрожать страха плакать, она исчезнет? А разве не можно жить спокойно, когда твою душу не понимают? Лена, я не могу так жить. Я не умею так жить. Я боюсь тех, кто меня не понимает. Вот чем я больна. Вот чем я больна, Лена. Лена. Лена, нужны жертвы. Нужно жертвовать собой. Да, понимаешь? Нужно жертвовать. Лена. Свободна, с восторгом, с радостью. Тогда я понимаю, но насиловать себя, Лиза, нет. Да ты разве не видишь, как мы одиноки все, Лена? Нет, я этого не чувствую. А ты? А ты? Тебе больно? Да, ну ты гордая. Ты гордая и не можешь себе в этом даже признаться. Я же вижу твои отношения с Павлом. Оставим это, Лизонька. Тебе больно, Леночка? Тебе больно? Ну пусть. Может, тебя это оживит. Мне очень неприятна твоя радость. Лиза, ты одинокая. Лена, чего хочешь ты? Чего хочу, Лена? А я не знаю. Женя, прижмите желтый, если можно отдельно. Контровой. Я хотела бы жить, Лена. Еще. Ага, чуть-чуть. Не могу жить. Это там после реплики, когда она оттуда выйдет. Дальше, дальше. Мне кажется, я не имею права жить, так как я хочу. Леночка. Лена. Я бы хотела. Я бы хотела родную душу иметь. Родную. Мне надо отдохнуть, Ленка, да? От своего страха, да? И не с кем. Мне не с кем просто. А как же Чикурной? Я не имею права. Я же больна, да? Вы же все так говорите часто, слишком. Лиза. Не трогай! Я не могу так говорить. Уйди, Лена. Доброго здоровья, Елена Николаевна. Сейчас продас. Морецов. Лена, пожалуйста, пошли за Егора. Ах, снова Егор. Ну, как же без него обойтись, Лена? Он такой ловкий. Павел, когда мы можем с тобой поговорить? Подожди, Лена, давай завтра, то есть вечером. Вечером я свободен, да. Доброго здоровья. Что вам угодно. Мне бы Павла Федоровича. Он занят. А с вами уж я и не знаю как. Скажите, я ему передам. Предмет разговора неделикатный. Ну, как угодно. Ну, уж все равно. Полиция приходила насчет запаху, насчет помойных ям и прочих мест. Причем здесь муж? Ну, все мы грешны. Однако полиция требует, чтобы запаху не было. Полиция, понимаете, она не разбирает, что должно иметь запах, а что нет. Так она грозит штрафом до 300 рублей. Сейчас, еще минуту. Еще раз прошу. Первый текст ваш. Первый раз слово полиция, когда это называете. Какой? Дело интимное, это следа. Да уж все равно. Да уж так, дальше. Полиция приходила. Насчет запаху, насчет помойных ям и прочих мест. И вы отходите? Или вы раньше чего? Раньше. Я говорю, ну как, он говорит, не деликатный предмет разговора. Я говорю, ну как угодно. А он говорит, да уж все равно. Приходила полиция. Хорошо. Значит, приходила полиция. После этого цезура. А потом продолжите предложение. На полицию в лошадке. Лена, пошли, пожалуйста, Егора. А снова Егор. Ну да, Лен, ну как же обойтись без него? Он так быстро все... Паша, когда мы можем поговорить с тобой? Ну, Лен, не сейчас. Давай до вечера. Вечером я свободен. Доброго здоровья, Елена Николаевна. Что вам угодно. Мне Павло Федорович. Он занят. Раз. А с вами я уж не знаю как. Вы скажите, я ему передам. Ну, предмет разговора неделикатный. Да, но как угодно. Да уж все равно. Полиция приходила. По поводу запаха, по поводу помойных ям и прочих мест. Ну, а при чем здесь муж? Ну, конечно. Все мы грешны. Только полиция требует, чтобы запаху не было. Понимаете, полиция, она не разбирает, что должно иметь запах, а что нет. Так она штраф. Триста рублей. А что угодно вам? А я... Согласен. Согласен. Невозможно ли попрыскать чем-нибудь химическим против запаха? Вы знаете, я передам это мужу. А вам ответит нянька. Чувствительно. Сударыня, отпустите меня. Что это, кто днем будет работать? Нет. Совсем отпустите расчет. Ишь, какая гордила. Хорошо. Но прежде позовите мне Егора. Егора не боится. Ну, тогда нянька. Что? Я не пошла гулять. Попробуй. Еще, девочки. Еще фавор. Нет. Сразу здесь паузы большие делайте, поэтому ушел туда, чтобы сказать здесь или иду. Помните? Да. Чтобы сразу терпеть здесь. Так, дальше. Еще раз, пожалуйста. Еще раз с этого момента. Пожалуйста. Понимаете, ребята, вот эти особенно бытовые все звуки, животные. Понимаете, вот все время мы ищем, чтобы найти такой бытовой повод им начать. Там бросил, или кромко сказал, там полетели эти самые курицы, понимаете, появились. Там еще что-то, чтобы все время был толчок звуком этим животным. Так и здесь лошадки. Да что? Он, полиция приезжала. Эти, как бы показал. Вот, слышите? И вот вы вызвали ее. Словом, полиция. И тогда пошла полиция. О, для вас сюда поэтому возвращение. На полицию. И дальше. Когда вы садитесь, она уходит. Что вы такой пауз огромный делали? Она же может совсем уйти. Она же пошла сейчас уходить. Это вы, Арти, знаете, что она там остановится? А эти... Нет, сразу ее. Это уж ваша там дело. Стой. И она тогда остановится там. Хорошо. Пожалуйста. Можно сначала? Да, да. Игорь. Да, я здесь. Лена, пошли, пожалуйста, за Егора. Снова Егор? Да, нет. Ну, лучше такой ловкий. Все быстро с вами. Павел, а когда мы можем поговорить с тобой? Вечером. Давайте вечером. Вечером я свободен. Хорошо. Доброго здоровья. Что вам угодно. Мне, Павел Федорович, разговор не выйдет. Он очень занят. Да, с вами я уже не знаю, как. Вы скажите, я ему передам. Предмет разговора неделикатный. Ну, как угодно. Что ж все равно. Полиция приходила. Ах! Насчет запаха, насчет помойных ям и прочих мест. Ну, а при чем здесь муж? Ну, да. Все мы грешны. Однако полиция требует, чтобы запаху не было. Она не вникает, что должно иметь запах, а что нет. Так она штрафом грозит до трехсот рублей. А что угодно к вам? А я советую тебе. Невозможно ли попрыскать чем-нибудь химическим против запаха? Вы знаете, я передам мужу. А вам ответит нялька. Чувствительно. А что лошадь платит? Ну, дорогая, отпустите меня потихоньку. Нем кто будет служить? Какая гордила. Нет, совсем отпустите, расчет. Хорошо, но только позовите мне Егора. Я тебе просто пришлю. Я уже в Гору не пойду. Почему? Не пойду. Нялька мне пришлите. Няля гулять пошла. Вот тогда. Сейчас, сейчас, стоп. Хорошо. Еще раз уход. Значит, пожалуйста. Про Егора как это? Тогда позовите мне Егора. Позовите мне Егора. Я к Егору не пойду. Жирный, акцентный. Я к Егору не пойду. Я в эту заразу? Нет. И на этом, на я этом лошадке уходят. Хорошо. Лошадке уходят. Ага. Пожалуйста. Спасибо. Своего благодарю. Пожалуйста. Можно одно предложение? Да, да. Могу я сказать ей в лицо? Ишь, какая гордионка. Нет. 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 Чувствительно тронут. Сударня. Отпустите меня. Необъем кто будет служить. Нет. Совсем отпустите. Хорошо. Какая гордионка. Хорошо. Но только прежде позовите мне Егора. Я к Егору не пойду. Я к тебе хвост обрежу. Почему? Так. Не пойду. Ну тогда позовите мне няню. Няня Гулян пошла на кладбище. Когда она вернется, вот тогда я вас отпущу. Сейчас пришлите хотя бы дворника. Не бою, Могус. Только вы уж сегодня не расчет. Хорошо. Даша, когда вы появляетесь здесь? На предмет разговора неделикатный. Казал садиться? Да. Только вот сюда поближе к нему, станьте. Вот сюда пришла, ближе еще, и не в профиль, а чтобы тень была фас, фас. Во. Во. И вы ждете момента, когда можно будет. И как только там у них разрыв, сразу воспользуйтесь войти. Пожалуйста. Пошли. Откуда? Из конца отхода? Да. Порядок. Артем, сейчас все правильно, здесь и там, все вовремя. Давай, давай. Я к Егору не пойду. Почему? Ну, так, не пойду. Вы тогда пришлите мне няне. Няня гулять пошла. Мать молодежь. Ну вот, когда она вернется, я вас отпущу. А сейчас хотя бы дворника позвать можете? Да. Это я могу. Только вы уж сегодня мне расчет. О, хорошо. Чего у вас двери не заперты, добрый день? Ох, я знаю, сегодня прислуга целый день какая-то рассеянная. Холера идет? Да. Говорят, развивается. А ничего. И вот. А Елизелета Федоровна дома? Да, да, она в саду. А как здоровенько? Ничего по-особенному. Трагическая душа. Вы знаете, Борис Николаевич. Может быть, я везу не в свое дело, но это очень важно. А что? Лиза сказала, что вы сделали ей предложение. Ну, как говорили? В смысле? Ну, скривасы или лицо какое-то было. Радостное. Может быть. Да? Радостное. Так хорошо, хорошо говорила. Березка, гитара. Хорошо, хорошо, с радостью говорила. Как говорила? Хорошо, хорошо, с радостью. Так, так. Так, так, и гитара пошла. Давай, как я скажу, что как? О чем поговорить? Вы знаете, Лиза сказала, что вы ей сделали предложение. А как говорила? Что как? Ну, лицо какое было? С гримасой? Нет. Говорила с радостью. Нет, нет, нет. Там хорошо, хорошо с радостью второй раз. А, с радостью? Ну, да, пусть или нет. Нет, верно? Ну, да, с радостью. Так хорошо, хорошо говорила. Отдайте мне вашу руку, а я ее поцелую. Ах, Елена Николаевна, ох, и подарок вы мне сделали. Вот оно, откуда не ждешь, оттуда и бьет такие радость, такие счастье. Да, посвольте, очень смешно. А, Боже мой, так говорите с радостью, говорила, когда я ее замок посвала. Да, да. А все-таки отказала мне. А, вы знаете, мне право трудно вас понять. Вика говорит, простите, выходит смешно. Вика, слышишь? Да, 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 вы сразу всего боитесь, простите, смешно выходит. Да, и смешно, я знаю, потому что замуж, ребенок, я не пойти, а потому что болезнь, если вы больше всего. Да ладно. Извините, пожалуйста. Так, еще раз. Если что, раздайте. Да, да, да. Посвольте. Говорила с радостью. Крад? Да, с радостью, так хорошо-хорошо, говорю. Дайте мне вашу руку, а я ее поцелую. Зимея Николаевна, а, голубушка, сделали вы мне радость, сделали вы мне подарок. Так оно вот и бывает. Сейчас, простите. Еще раз. Сейчас, получается, что вы встаете, а потом хватаете рукой. А нужно вот, вы сидели, уже держите. Понимаете? И встал вместе с этим, вот. Понимаете? Он как бы не заметил, что у него зажим был в руке. Вот это, да. От этой любви. Ага, пожалуйста. А то так получается, как на нее вроде. Что-то. Так, что вы говорите? С радостью говорила. Нет, верно? Да, с такой тихой-тихой радостью. И так хорошо-хорошо. Дайте мне вашу руку, а я ее поцелую. Ай, с Николай. Ай, сделали вы мне подарок, кипятая Николаевна. Ах, боже мой, вот оно откуда не ждешь, оттуда и пьет. Так и беда, так и радость. Так что, говорите, я с радостью говорила, когда я ее замуж-то позвал. Ну да, да, я уверяю вас. А все-таки отказала мне! Вы знаете, очень смешно выходит. А, да, не смешно. А я ведь так и думал, что Николай у нас за меня замуж не идет, что я и противен. А потому как болезнь у своей болицы. Да, вы правы. Теперь я знаю, что делать. Пойду к ней, как ком под гору. Пойду к ней. Только, пожалуйста, снимите свой красный галстук. Она не любит красного. Так я ведь нарочно надел, чтобы подразнить ее. Теперь уж все равно, красный или зеленый, теперь уж все равно без галстука не можно. Спасибо, Лея Николаевна. А, старый знакомый. Ну, давай мириться. Давай руку. Эх ты, Илья Муровец. Я сейчас скажу. Вань, погодите. Ну что? Жена захворала. Так. Женя, оттуда. Володя. Бабачка. Он пойдет оттуда, чтобы там его увидеть. По авансине он пойдет. А то. Не, не. Оттуда, чтобы вы увидели его. Помните? Ну, в Муровце. А, а, я понял. Здесь. Не, не. Я вот здесь. Всем так, чтобы. Посмотрите, вот от кресла. Как его там увидеть? Вы говорите, сейчас пойду, топ-3, 10. О! Вот, и все, да. А, старый знакомый. Давай милиться. Да, да, да. Да, хотели что-то, так сказать, Елене. Да, да, да. А, увидели его? Нет. Пожалуйста. Теперь я знаю, что делать. Теперь я знаю, что делать. Пойду к ней, как снег под гору. Борис Николаевич, снимите свой красный галстик. Стоп. Красный галстик сняли. Она не любит красного. Там первая фраза, что... Это я нарочно дразнил. Да? Это вы пришли дразнить ее, не зная о ее, так сказать, к вам отношении. Понимаете, как на зло ей специально сделали. Так, эти противопоставьте вещи. Что было до? Понимаете, как вы это делали? Да это я назвал, это по инерции, это я... Почему я сейчас такой? Это я специально так сделал. А теперь-то все равно, понимаете, вот это... Чтобы противопоставить, что... Как вы думали раньше, как вы думаете теперь. Попробуйте. Теперь я знаю, что делать. Пойду к ней, как снег в полу. Борис Николаевич, снимите красный галстик. Она не любит красного. Это я... Это я... Я ведь специально надел, чтобы ее подразнить. А теперь-то уж все равно... Да! Теперь все равно, что красный, что зеленый, все равно. Без галстук конюш. До свидания, Николаевна. Спасибо. Спасибо. О! А, старый знакомый. Давай мириться. Ну, давай руку. Я сейчас скажу. Бараня, погоди. Что? Жена захворала. Что с ней? Ага, еще разочек. Женя, раньше надо начинать играть. Когда говорит уже текст последней... Володя. Еще разочек, Володя. Вова! Вовочка, еще разочек с Ильей Мурсом. Эх, ты из Ямуль! Не, не, не. Значит, перед Ильей. Чтобы он вышел... Да, чтобы он начал играть, наступая на ваше последнее прощание. Пожалуйста. Она не любит красного. Я ведь специально надел, чтобы подразнить ее. А теперь... А теперь ты уж все равно красный или зеленый. Теперь ты уж все равно, Еленя Кавановна. А, старый знакомый. Вот, вот, вот. Ага. Ну, давай мириться. Эх ты, Илья Муромец. Я сейчас скажу. Ваня, погодите. Что вам? Жена захворала. Что с ней? Может, холера. Бояться нечего. Я иду туда. Елена Николаевна, вылечите ее. Ага. Вы здесь, мой? Павел, у него жена заболела. Вот видишь, колотили вы ее. Он думает, что это холера. Я сейчас иду туда. Павел, послушайте. Ты туда? Да. Лена, нет. Ну, пожалуйста, Лена, почему ты? Почему нет? А если это холера? Ага. Значит, помирай. Али вы не люди? Егор, перестаньте. Павел, ты очень неловко. Лена, почему ты? Ты же не доктор. Это не шутка. Это может быть опасно. Кто помирает, опасно. А тем, кто помирает, не опасно. Так. Я попрошу на меня не речать. Павел. Егор, пойдемте. Останься дома и вызови доктора. Вот именно нужен доктор, а не ты. Ну, что такое ты в данном случае? Что такое ты? Ты моя нянька, черт вас возьми, где вы? Я здесь кричу, как зарезанный, а вы изволите любоваться своей наружностью. Вовсе нет. Идите к Егору там, барыня. А, там холерас. Ага. Холерас. Вот холера. Идите, вам говорю. Ага. Там пришли. Да, открывайте. Сычит, как змея. Здравствуйте, Миланья Николаевна. Здравствуй. Здравствуйте. Так, вернитесь. Егор. Забейтесь. А, забейтесь. Да. А, здесь. Пожалуйста. Очень опёртый звук. Звук? Да. Я пойду. Я пойду. Это нет. Почему? Это. Вопреки всему. Это опора. Нет. Там тиф. Там то-то. Я иду. Она одолевает себя. Свой страх. Она одолевает все возражения. Она опирается. Хорошо. Аня плавает, страдая. Женя. Женя. Как там? Короче. Одна пауза должна быть перед тифом. А перед женой не надо. Вот теперь не торопитесь. Теперь усядьтесь. Ладно. Скажу. Может, холера. И тогда сразу зазвучали бедные женщины. Женечка, дай вас этого твоего. Барыня, погодите. А кто из дыха? Женя, пожалуйста. Я скажу сейчас. Барыня, погодите. Ну, что вам? Жена захворала. Что с ней? Может, холера. Это все вздор. Бояться нечего. Я... Я иду туда. Лена Николаевна, вылечите ее. Ага. Вы здесь, воин. Павел, у него жена заболела. Вот видишь, колотили вы ее. Он думает, что это холера. Я сейчас иду туда. Ты туда? Лена, почему ты нет? Пожалуйста. Почему нет? А если это действительно холера, значит, помираем ли мы не люди? Перестаньте, Егор. Как ты неловко, Павел. Лена, это не шутки. Это может быть опасно. Ты не доктор. Это опасно. А кто помирает, тем не опасно. Я попрошу не рычать на меня. Прекратите. Егор, идемте. Идем. Лена, это безрассудно. Лена, останься и вызови доктора. Ну вот, нужен доктор, а не ты. Что такое ты в данном случае? Что такое ты? Нянька. Тима или нянька, или черт возьми, где вы? Я тут кричу, как зарезанная, а вы изволите любоваться своей наружностью. Ну, вовсе нет. Рюбку поднимите. Вот. Да. Идите к Егору там, барыня. Там холерас. Ага. Холерас. А барыня пошлась. Пришлис. Пришлис. Зовите. Свистит, как змея. Тихо. 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 Подойдите. Вот она туда отбежала когда. У нас снимаем. Я побежала туда и выходит сюда, потихонечку, весь он будет. Простите, хлопать мне или не хлопать? Да, да, да. Делайте, делайте. Все правильно. Теперь. Оля. Да, да. Вот тут суета, 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 суета. Бегут. Это прибежало. Вам сказала, туда побежало. Приготовилось. И закончилась музыка. И тогда только идет барыня. Окей, хорошо. Да, медленно. Я тут кричу, как зарезанный, а вы изволите любоваться своей наружностью. Вовсе и нет. Идите к Егору, там барыня. Там холерас. Ага, холерас, а барыня пошлась. Там пришлис. Пришлис. Зовите, свистит, как змея. Тишина. О, пошла. Белагия Николаевна. Не, не, куда, реже подойдет. Вот тут. Белагия Николаевна. Здравствуйте. Здравствуй, красавица. А у меня к вам одна большая просьба есть. Какая же это? Замуж я выхожу. И кто же это? А, сосед ваш. Неужто полковник? А, вовсе нет. Кочерин Василь Васильевич. Ах, старый черт. Весь в ревматизмах, а? Ефимия. И как ты решаешься? Ах, впрочем, денжище. О, жалко мне тебя, девушка. Слышь, а брось ты его, а? Ну его с этими денжищами. Уже все решено. Все слажено. Жаль. Так, а от меня тебе чего надобно? Так, как, ну я сирота из Воспитательного. Не пойдете ли вы в пассажирные матери ко мне? Хорошо, стоп. Молодя! Да-да. Молодя. Вот тут просьба. Вы сейчас поставите трудное положение тем, что когда возвращаете скамейку... Кстати, девушка, на целый... Еще полметра сюда надо ее поставить. Чтобы за ней был проход свободный. Когда опускаете скамью, да, чтобы не прижимать к сторонам. Да-да-да-да-да. Ага. И даже если чем больше суда выставите, тем лучше дорогу. А вы там можете, девочки, по ходу органично поправлять. Ну да, я могу... Ой, типа и непорядок помочь тут. Да-да-да. Можно это, в принципе, оправдать. Да-да-да. Ясно, да? Да. Все хорошо. Пожалуйста, пошли дальше. Дальше, дальше. Ну давай, солнышко, расскажи, что там тебе от меня надо. Так я как сирота из воспитательного. Не пойдете ли вы в посаженную матери ко мне? Ой, я... Матери... Ты за сколько меня Елене Николаевне продала? Что? Что? Стоп. Хорошо. Ничего. Это надо утром каждый раз гимнастику вам делать. Пожалуйста. Серьезно. Пошли, Даша. Приготовьтесь следующий. Пошли. Извините. Как значит... Я... Извините. Правда, Даша. Извините. Точно текст. Это реплика на звук... Посаженные? Пойдете... А, не пойдете ли вы в посаженные матери ко мне? О-о-о. И тут лошадки поедут. Не пойдете ли вы в посаженные матери ко мне? Я... Ой, Денина... Ты за сколько мне Елене Николаевне продала? Я не буду. Что? А как мы сами себя старику продали? А вот я и подумала... А не поможете ли вы мне в этом же? Ну, вы должны сами понять, так самой девушке устроиться уже лучше, чем на улицу выходить. Хоть один будет, а не сто. Иди, иди, дам я тебе денег, иди! Когда, когда дадите? Завтра, да, мне тут с тобой. Я приду к вам вечером. Да. Не обманете? Нет, 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 иди, иди ради Христа. А, у меня тут еще деньги. Благодарю, спокойно. Она не воротилась? Что это вы, что с вами? Святой человек, спаси рабу. Как вы сказали, встаньте, что вы, зачем? А, утопаю, утопаю в грязи своей, в подлости своей, утопаю, подай руку, кто лучше тебя на земле. Перестаньте, я сейчас упаду, и зачем вы брюки целуете? Совершила я поступок, осквернила, сделала я поступок, изгадила душу свою, кто, как не ты, поможет. Что вы делаете? Сядьте! То есть, ну, встаньте. Встаньте, а теперь вот сядьте. Что вы хотите? Так, стоп. Встаньте, сядьте, посадил, пошел сюда, последнее перед тем, как, что вы хотите. Какой у вас текст? Сядьте, 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 сядьте. Сделала я поступок. И усадил. Снять. Он вышел сюда, уже в тишине. И говорю, значит, по темпу сейчас, пожалуйста, там, сейчас вспомните точно текст. Чтобы, так сказать, там была эта перебранка очень быстрая. Хорошо. Сядьте, встаньте, то-то, то-то, туда-то, 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 стоп! Ну, сядьте! И потом сброс. Понимаете? А теперь давайте спокойно поговорим, что вам надо. Да? Пожалуйста. Значит, Даша! Даша! Дашуня! Сделала я. И тоже человек. Даша, Вилька! Выходи в полис. Да, нет. Перекрывайте свет. Да, да. Вот так. Хорошо, да. в вашу сцену битву. Сели, сели и на... Поймите, вот после того, как... Оля, после того, как по темпу просто, чтобы набирать этот конфликт с ней, и она вниз туда побежала, за ней охотитесь, поймали, вытащили, от нее отвернулись, сели, и тех сдачи, не бросили, он выходит, продолжает развитие этого темпа, понимаете, чтобы с лошадками здесь вместе топайте, пожалуйста. Села, Олечка. Сдачи? Да. Игорь, ты понял, как тебе быстро надо выйти? Да. Пассажир? Да, 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 ну это же лошадка. Что тебе от меня надобно? Как я? Сирота из воспитательного. Не пойдете ли вы в пассажирной матери ко мне? Да. Я матери. Ой. Ты за сколько меня Елена Николаевна продала? Я... Что? А как вы сами себя старику продали? Как я и подумала, а не поможете ли вы мне в этом же? Не смей. Ну вы сами должны понять, так себе устроить девушке все же лучше, чем на улицу выходить. Иди, иди. Да, я тебе иди. Когда? Когда? Сегодня вечером. Я зайду так. Да? Идите? Не обманете? Нет. Идите, иди, 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 ради Христа. А-а-а-а! Она еще не воротилась? Нет? Что? Что это вы? Что с вами? Иди, человек, спасите рогу. Как вы сказали? Встаньте. Зачем же? Утопаю в грязи! Утопаю в подлости своей! Подайте руку! Что? Это солнце тебя на земле! Позвольте, я сейчас упаду! И зачем вы мне брюки целуете? Сделала я поступок и сгадила душу свою! Кто кроме тебя очистит душу свою? Вы сядьте, сядьте! То есть встаньте! Встаньте! Теперь сядьте! Всё, выпустите дух! Теперь давайте нормально поговорим. Что вы хотите? Я богата! На! Возьми! Возьми! Возьми всё! Выстрой кабинет себе! Дворец себе выстрой! Башню! Взойди и живи там! А я внизу! Внизу сидеть буду около двери! И охранять тебя! Дни и ночи никого к тебе не пущу! Позвольте! Ведь это же идея! Какую можно сделать лабораторию, чёрт возьми! Да, 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 да! И меня возьми с собой, чтоб я могла видеть тебя всегда! Нет, 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 не говори! Не надо! Просто посмотри на меня иногда! И улыбнись мне! Вот! Если бы была у тебя собака! Ты б ей улыбался! Ты б ей улыбался! Вот если бы была у тебя собака! Ты б ей... Сложно так дать ещё раз! Значит, сразу надо садиться на юбку! А, я поняла! Вот так! Вот! А я внизу, у двери буду охранять и никого к тебе не пущу! Кать, так... Ведь это хорошая идея! Чёрт возьми! Какую лабораторию можно сделать! Да, 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 да! И возьми меня, чтоб я всегда могла видеть тебя! Нет, нет, не говорить не надо! Просто посмотри на меня иногда! И улыбнись мне! Вот! Если бы была у тебя собака! Да б я ей улыбался! Ты бы иногда ласкал её! Вот и я, и я буду вместо собаки! Вы позвольте, это как-то странно! Я не ожидал, что это так вас увлечёт, право! Ведь я тупая! Я тупая, как бревно! Ты думаешь, я читала твои книжки? Да не понимаю я твои книги! Целовала я их! Позвольте, не надо целовать! Книжки! Это какой-то пятишизм, вы извините! Пойми! Люблю я тебя! Простите, то есть, как это? Как собака! Говорить не могу! Молчать могу! И столько лет молчала, пока с меня, пока с души моей кожу сдирали! Вы, извините, я, наверное, плохо улавливаю вашу мысль! Вам бы лучше с Еленой поговорить! А я говорила с ней, она прекрасная, она знает, что ты её не любишь! То есть, как это, не люблю? А вот, был бы ты со мной! Что? А вот, был бы ты парень! Женя, просвет! Парень! Что это? Как это с вашим? Вы, извините, я оставлю вопрос прямо! Вы что, любите меня? О чем же я говорю, милый мой? Я об этом и говорю! Вы, извините, я думал, вы не так... Я так, так что же презумела! Вы, нет, извольте, я очень благодарен вам! Извините, но ведь, к сожалению, я жена! То есть, не то! Это так странно, но это не нужно мне! Как это? Не нужно! Нет, я должен сказать, лень! Она ушла, не оборотилась, и я беспокоюсь о ней. Я, извините, не могу не сказать, и вы не обижайтесь на меня! Не понял! Ты-то какой! Не понял! Голубушка моя! Пожалейте дуру! Что? Что? Что с вами? Папа сказал! Все сказала! Стоп! Хорошо! Игорь! Остается здесь? Да, надо! Игорь, значит, вот когда вы оттуда уходите... Уходите... Уход на угол, да? Вот как бы... Да, пошли! Пойдите, пожалуйста! За... Когда вы там уходите отсюда, да? Пожалуйста, я пойду к Лене, да? А! Я к Лене... А, вот так выхожу? Выходите! Да, она... Не смотрите! И вот туда! Намерение идти туда! А Лена ж пошла туда! Да, да, да! К Халере! Видите? Я пойду к ней! А потом... Стоп! Вспомнил! А нет! Она же там! Видите? К ней сейчас нельзя! Да, я понял! Видите? Он забыл, что она там с больными! Я не могу не сказать! Я пошел к ней! Угу! И вот смотрите! Он... Вспомнил, где вы! И пошел туда! А вы за ним уже идете! Хорошо! Не видя его уход! Хотя, физически он здесь будет! Понятно, да? Хорошо! Да, да! Олечка! А ты не уходила, что с вами? И ты уходила, я говорила! Вы сказали, Павел! Да, я... Спасибо! Так, внимание! Уход, Игорь! Ага! Я пойду к Лене, да? Нет, да! Я... Я... Я должен ей сказать! Я пойду к Лене! Ой! Она же вон где-то! Вы не сердитесь с нами! Не понял! Стыд-то какой! Вот-вот, хорошо! Не понял! Голубушка! Пожалейте дуру! Что? Что? Что с вами? Вы Павлу сказали, да? Все! Все сказала! А он? Ничего! Не знаю! Все слова мои! Все упало, как пыль на воду! Видно, все-таки грязь к огню не прилипнет! Вы знаете, мне вот, ну, очень больно за вас! И... Ах! Господи! Что он говорил? Ничего, ничего! Нужно было, чтобы я... Да! Вот надо приоткрыть или что! Потому что, когда вы отодвигаете, то вы отодвигаете всю сцену! Хорошо! Да! Понимаете? А если снизу приподнимать, она тогда не будет так отходить! Ага! Не важно! Так! Минуточку! Значит... Там у нас были последние, значит, эти лошади, да? Так... 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 Вышли! Спасибо. Спасибо. Паян быстрый? Паян? Танцевальный такой быстрый, да? Нет, по-моему, нет. Нет? Средний. Ну-ка, дайте вопрос. Сейчас, по-моему, найдем. Гриша, у тебя нет с собой флешки? Оказывается, на моей нет. Все, возьми, выстрой себе кабинет для науки, башню себе выстрой, взойди на нее и живи, а я внизу у дверей сидеть буду, и у двери стоять буду, а я внизу у двери стоять буду, чтоб никто к тебе не вошел. Позвольте, это чудесная идея. Черт побери, какую лабораторию можно устроить. Да, 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 и возьми меня с собой, чтоб я могла всегда видеть тебя. Нет, нет, не говорить не надо. Просто посмотри на меня иногда, улыбнись мне. Вот если бы была у тебя собака, ты бы ей улыбался, ты бы иногда ласкал ее, вот и я у тебя буду вместо собаки. Простите, это как-то. Стоп, это как-то. Стоп. Вместо собаки. Вот сейчас Оля услышит ритм музыки, он такой замедленный. И вот хорошо, чтобы вы садились вот сейчас уже в этом ритме. как бы, да, и музыка продолжит ваш ритм. Понимаете? Понимаете? Вот если бы у тебя была собака, там то-то, то-то, а-та-та-та-та. Пошла. Понимаете? Вот как бы вот сейчас услышите, потом будете иметь в виду это. Пожалуйста. Отползай назад. Да, да. А, вот сейчас покажите. Вот, Оля, сейчас слушайте. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот так к нему подсаживайтесь. Оп. Собака. Оп. Ты бы улыбался, ты бы иногда ласкалый, а? Иногда ласкалый. Давайте я попробую, Костел Михайлович. Я тогда чуть-чуть себе оправдаю, что он не хочет там со мной, как с человеком, поэтому перейдем на аллегории. Значит так, а я буду сидеть внизу и охранять тебя, чтобы никто к тебе не вошел. Позвольте, так это же идея. Да. Черт возьми, какую лабораторию можно выстроить? Да, да, и возьми меня с собой, чтобы я всегда могла тебя видеть. Нет, 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 не говори, нет. Просто посмотри на меня иногда, улыбнись мне. Вот, если бы была у тебя собака. Ты бы улыбался ей, ты бы иногда ласкал ее, вот и я у тебя.